Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Морская пехота, десант, мотострелки, курсанты военных училищ к параду готовятся месяцами. Здесь все рассчитано посекундно, ведь основная задача репетиции – выверить точное время движения войск и техники по всему маршруту. Сотни музыкантов играют в сводном военном оркестре торжественный марш. Полигон Балабина полностью имитирует Красную площадь. Сегодня здесь маршируют те, кто 9 мая, причем к плечу, пройдут по главной площади страны. Тут представлены все виды и рода войск вооруженных сил России. В юбилейный год парад Победы станет самым масштабным за всю историю своего проведения. Более 16 тысяч военнослужащих, 200 единиц военной техники, 150 военных и гражданских самолетов и вертолетов, легендарные Т-34 и новейшие Т-14 «Армата», самый большой вертолет Ми-26 и мощный ракетоносец «Белый лебедь» с дозаправщиком. А на десерт новейшие истребители и штурмовики пронесутся над Красной площадью, образуя в небе цифру 70. У присутствующих на репетиции парада ветеранов из Одинцовского района на глаза наворачиваются слезы. Они вспоминают, как много лет назад, будучи такими же юными, сами уходили на фронт и с гордостью говорят о сегодняшней армии. Сейчас парад, это парад, который оставляет горечь того, что нету наших многих, которые не пришли и которые погибли. И сейчас вот я смотрю на молодых и вижу себя там с ними. Это удивительные молодые люди. И я хочу сказать, это достойная смена наша. Подготовка исключительно хорошая, рослые все, красивые, вдохновляющие нас. Вот у нас, дедов, стариков 90-летних, уже, как говорится, мы рады, что у нас наследники наши, сыны наши, достойные защитники. Здоровые, красивые, идут стройными шагами, шеренги ровные, красиво было смотреть. Это гордость наша и надежда на то, что мы будем жить тихо и спокойно. Впереди еще несколько тренировок и главная репетиция. Она пройдет 7 мая уже на самой Красной площади. У участников парада еще есть время, чтобы исправить все недочеты, выявленные в ходе тренировок. Ведь в день 70-летия победы все должно пройти идеально. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.